Стало известно, кто избил Соловьева, а петербургские депутаты предложили Госдуме обвинить Путина в госизмене из-за войны в Украине. Сейчас расскажу об этом подробнее. Петербургские депутаты предложили Госдуме обвинить Путина в госизмене из-за войны в Украине. По нашему мнению, с начала проведения специальной военной операции на территории Украины, в действиях президента Российской Федерации Путина присутствуют признаки преступления, предусмотренного в статье 93 Конституции Российской Федерации «Государственная измена», пишут депутаты. Они отмечают, что решение Путина начать войну с Украиной наносит вред безопасности России и ее гражданам. Уничтожается боеспособное подразделение российской армии, страдает экономика страны, а блок НАТО расширяется на восток. Протяженность границы России с НАТО увеличилась в два раза, говорится в обращении. Депутаты пишут, что одной из целей военной операции в Украине была демилитаризация соседней страны, но достигнут обратный эффект. Украина получила военную технику и вооружение на 38 миллиардов долларов с начала войны. Авторы письма отметили, что депутаты таким образом надеются посеять хотя бы зерно сомнений у тех, кто поддерживает войну. Алла Пугачева избила Соловьева. Такое мнение появилось в интернете после выхода в эфир телеведущего «Синяками на лице». Напомню, что певица по возвращении в Россию обещала кому-то набить морду, а Соловьев неоднократно высказывался в адрес артистки и ее мужа в своих передачах. Вопрос, кто же избил Соловьева, вошел в топ популярных запросов в Google, а сам телеведущий в ответ на вопрос журналиста ответил «Не ваше собачье дело». По информации телеграм-канала «База», Соловьев действительно занимается боевыми искусствами. Его тренер пошутил, что если Соловьев и получил травму, то не исключено, что во время спарринга с женой. Напомню, что официальной версией является именно то, что синяки у него могли появиться из-за спаррингов по бесконтактному бою, которые состоялись на прошлой неделе.